Ваш автомобиль не умеет ездить назад? Он умеет ездить назад, просто очень дорогое сцепление и не хочется его лишний раз подвергать нагрузкам. Оно ручительно только на трек и практически не рассчитано двигаться на таких малых скоростях. Поэтому вы подвергаете нагрузкам ребят и своей команды? Нет, им это просто в удовольствие. На автодроме «Атрон» собрались гонщики, автомобили которых выступили в восьми классах. Они боролись не за первое место в заезде, а за лучшее время. В первый день рязанская команда показала второй результат среди всех автомобилей, одновременно одержав победу в своем классе. Второй день для наших соотечественников не задался. Сначала были проблемы с электрикой, машина заглохла, не хотел заводиться. Мы это исправили. Потом он слегка ошибся, вылетел с трассы, пробил колесо. Потом я решил проверить, как работает коробка передач, не закрыл капот. Капот открылся и разбил стекло. В общем, я надеюсь, что на этом лимит невезения мы исчерпали. Каждому пилоту выделяется пять заездов по семь кругов. Первые два-три круга они разогревают авто. На следующих борются за время. Если, конечно, не используют специальный подогрев для колес. Здесь 80 градусов. Ой, там так тепло. Там можно погреться. Мы можем здесь жить. За счет идет лучший показатель. Рекорд трассы поставил этот белый автомобиль – 51,8 секунды. Недавно машина была подготовлена и привезена из Латвии. А у вас на треке первый боевой будет. И как вам здесь? Очень круто. Не ожидал даже. На самом деле очень хорошо. И логистика, и сам трек, и люди принимают. Пока только одни положительные эмоции. А вы знаете, что этот автодром лучший в России признан за прошлый год? Не сомневаюсь теперь уже. Другие этапы гонки по традиции пройдут в Смоленске, Москве, Нижнем Новгороде. Рязань эти соревнования приняла впервые. Мы впервые приехали на этот автодром. Было много разговоров, что он не подходит под данный формат соревнований. Многие относились к этому скептически. Но проведенные два дня показали, что автодром в Рязани – отличное инфраструктурное место, которое готово принимать соревнования тайм-атак в полном объеме. Даже такие быстрые автомобили, как вот данный Mitsubishi, класс Unlimited, способны здесь ехать. Участникам и пилотам очень нравится. Времена падают, скорости растут. В самом мощном классе победу одержал этот автомобиль. По ходу пьесы команда производила доработки, чтобы улучшить время. В кольцевых гонках любое скольжение – это потеря времени. Поэтому здесь нужно ехать на грани с носа, но без него. Как у вас получается? Ну вот мы сейчас с этим боремся. Вот регулятор стоит. Им усилия от боя сжатия регулируются. И также здесь специальные обоставки стоят, чтобы регулировать уже угол развала или кастера. Ну и совершенно обычные машины также принимали участие в гонках. Так как этот автомобиль больше предназначен для городской езды, и, конечно, показать такое время, как большие профессионалы на красивых и подготовленных спортивных автомобилях не получится, но, несмотря на это, участие и борьба – это всегда интересно и замечательно. Профессиональные пилоты отметили, что в этих соревнованиях автомобили в основном не столько мощные, а скорее быстро проходящие повороты. И машины они подготавливают именно под эти характеристики. И напоследок хотелось бы добавить главный лозунг состязаний – нет гонкам на дорогах общего пользования, да, гонкам на спортивной трассе. Так что, кто еще не принял участие в любительских гонках, может подумать над этим до наступления следующего сезона. Ограничений практически нет.